Рассмотрим следующую задачу. Мы хотим проверить число на четность. Если число четное, выводим слово четное. Если число нечетное, выводим нечетное. Как можно проверить число на четность? Напомню, что четные числа это числа 2, 4, 6, 8, то есть те, которые делятся на 2. Нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, те, которые на 2 не делятся. Значит, нам нужно проверить делимость на 2. Для этого мы можем использовать операцию «взять остатка». Мы берем остаток отделения нашего числа на 2. Если он равен нулю, значит число четное. Если он не равен нулю, число нечетное. Значит, мы можем проверить число на четность. Но нам мало проверить число на четность. Мы хотим, в зависимости от того, верное это условие оказалось или неверное, выполнить разные действия. В одном случае вывести слово «четное», в другом случае вывести нечетное. Для такого рода ситуации нам нужны условные конструкции. Условные конструкции в Python реализуются с помощью «if», с помощью конструкции «if», «else». Также есть еще дополнительные конструкции «if», «el», «if», «else». Применительно к нашей задаче выглядит это все следующим образом. Мы пишем ключевое слово «if». Дальше задаем наше условие логическое. Наше условие логическое выглядит следующим образом. Мы вычисляем остаток отделения на 2 и сравним его с нулем. Если результат логического выражения всего целиком оказался true, истинно, в таком случае мы пишем, что нам нужно делать. Нужно вывести, что число четное. В противном случае, в том случае, если условие первое оказалось неверно, тогда после слова «else» и двоеточие мы пишем действие, которое нужно выполнить в этом случае. Ну, мы хотим вывести слово «нечетное». Обратите внимание, что здесь действия, которые нужно выполнить в одном или в другом случае, отделяются отступами. В случае одного или другого условия может быть ситуация, когда мы хотим выполнить несколько действий. Ну, допустим, нам зачем-то захотелось в случае, если число четное, вывести два раза слово «четное». Мы тогда можем здесь дописать еще одну операцию. «принт», «четное». Вот, при этом вторая команда должна быть написана с точно таким же отступом, как и первая. Я рекомендую использовать для отступов пробелы. Можно использовать каждый раз четыре пробела. В случае, если вы пишете в iPython, можно нажимать клаву «шутап», тогда у вас автоматически будут добавлены четыре пробела.